Начнем с ситуации в Шиесе, где самооборона уже год стоит на страже своей земли и не дает построить в Архангельской тайге свалку для московского мусора. Там бензовозы с топливом все же прорвались. Лагеря ЧОП «Гарант безопасности» тех самых людей в Черном – это была настоящая спецоперация без шуток. Спецоперация ОМОНа из республики Коми. Это силовики ее так называют. Посмотрите эти фееричные кадры. Силовики составили эскорт для водителей бензовозов. Они оцепили целый район. Вот так вот и прорываются. Одна машина, похоже, проколола колеса на противопехотных ежах, что расставили ополченцы. После этого силовики прошли с металлоискателями и устранили препятствия. Колесо поменяли и поехали дальше. Ну вот такая вот государственно-частная спецоперация. Вот так и используются деньги налогоплательщиков. Например, чтобы составить эскорт силовиков коммерческой фирме к месту незаконного строительства. То есть, по сути, помочь нарушителю. Ну а нам никто ни за что не платит. Причем ни Кремль, не американцы, как пишут некоторые блогеры. И мы существуем полностью на народные деньги. И прошлый сюжет из Шииса был создан только благодаря вам, нашим зрителям, за что вам большое спасибо. Только так мы смогли прорвать информационную блокаду. Но есть одна беда. Наша походная камера, которая уже ни одного чиновника и полицейского посадила, скоро сядет сама. К сожалению, ее ресурс уже давно исчерпан. Она побывала и в драке, и под дождем. Она снимала и на сильном морозе, и в условиях сильнейшей жары. Ее толкали и били ОМОНовцы на митингах, и слуги народа в администрациях разного уровня. И в последних двух командировках она уже вела себя совершенно непредсказуемо. Отказать может в любой момент. У нас сейчас есть возможность взять новую камеру, причем в рассрочку. Но на первом этапе нам нужно заплатить 90 тысяч рублей. Поэтому вынужден обратиться к вам. Если свобода слова для вас не пустой звук, то, пожалуйста, помогите нам. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Они же есть и в описании под видео. А сейчас продолжение истории из Архангельской области, где власть форменным образом устроила не много не мало о геноцид местному населению. Ну, история, она началась примерно с 2007 года. Наиболее массовая... Первая, когда отняли льготы у ветеранов, была перекрыта центральная улица Архангельска. Значит, была заблокирована администрация областная. И было заблокировано областное собрание депутатов. Значит, пришлось изрядно покорячиться, потому что управлять такой толпой было очень сложно. Поэтому народ выступил достаточно организованно. И мы засветились не только на федеральном, но и за пределами Российской Федерации. А вот тот знаменитый митинг, когда прорывали колонну полиции, когда он состоялся и кто его проводил вообще? Значит, я скажу так, что при участии КПРФ, но организаторами были не мы, это были экоактивисты. И не дали место. Сейчас мы, кстати, к ним идем, да? Да, сейчас мы идем к ним. Пока мы идем к активистам, скажу вам, что сегодня самая серьезная проблема в регионе – экологическая. Это и проекты строительства сразу нескольких свалок, апофеозом которых, конечно же, является полигон на станции Шиес. Власть делает все возможное и невозможное, чтобы угомонить протест. Поначалу пытались тут площадь у нас ремонтировали, теперь это тротуар. Скамейки убирали. Теперь это не площадь, да. Ну да, нам уже сказали, что теперь это тротуар. А расскажите, пожалуйста, каково вообще отношение жителей Архангельской области к свалке на Шиесе, которая строится? Отрицательно? Категорически отрицательно. Категорически отрицательно. Да. Прям совсем негативно. Да. Никто не хочет. А вот жителям Северодвинска повезло куда больше. Естественно, в кавычках повезло. При взрыве ракеты, говорю, ревестник, погибли люди. Ни один человек, скажем так, осторожен. Ни сотни людей, слава богу. Сколько переоблученных людей, атомщиков, ракетщиков, мы не знаем. Что произошло? Почему? Ну, есть версия, страшная версия, что ракета полетела и упала в море. А когда ее стали доставать из моря, она и взорвалась. Мы считаем, что это вообще, говоря, недопустимо, производить такие опасные испытания рядом с агломерацией, в которой проживает 600 тысяч человек. Соответственно, данный инцидент, эта трагедия, которая произошла, погибли люди, была заражена огромная часть акватории, и облако с радиоактивных газов пришло в город. Показало то, что система гражданской оборудования вообще не работает. А люди, которые управляют этой системой и управляют городом, оказались совершенно не готовы к тому, что необходимо принимать решение. Сигнал тревоги должен был быть подан до того, как это облако достигло Северодвинска, для того, чтобы минимизировать последствия негативного воздействия на людей, на окружающую среду. И самое страшное, что прошло уже полтора месяца, мы до сих пор не получили никаких комментариев ни от Министерства обороны, ни от ГОЧС, ни от властей федеральных, региональных или городских, о том, что произошло, какие действия будут подприняты для того, чтобы эти последствия минимизировать, кто понесет ответственность за то, что погибли люди, и каким образом они собираются забирать активные отходы со дна моря и очищать территорию прибрежную. Это разбитое за много лет направление ведет к секретному полигону Нюнокса. Ремонт здесь не видели давно. В воздухе прямо так и веет величием страны и мощью ее оборонных объектов. А дальше нельзя, там арестуют. Вот эта дорога как раз и ведет на полигон Нюнокса, где произошло чрезвычайное происшествие. Наш буревестник – это аналог американского Плутона. И возможно, что у нашего буревестника при испытаниях на старте не включился маршевый двигатель. Хотя еще раз скажу, что должно было быть отлажено, по идее, до малейших деталей. Раз ядерный двигатель стоит, а не его аналог, безопасный. Американцы отказались в свое время от Плутона, сняли его с производства, потому что, внимание, они не нашли, где испытывать свой Плутон, эту крылатую ракету. За ней при испытаниях всегда тянулся радиоактивный след. А у нас в стране такие ракеты испытывали. Но делали это исключительно на полигоне Новой Земля, где просто нет никого, а никак не в Архангельске. Причем, как это было на Новой Земле, ракета взлетала, пролетал тоже огромный архипелаг, несколько десятков километров или сотен километров, и падала там же на Новой Земле. Не дай бог, она бы упала в океан. Она ядерная. А у нас впервые, вот сейчас в августе, Министерство обороны и РУСАТОМ испытывают ракету рядом с городами. Так что же заставило наших военных чиновников запустить ракету с ядерной начинкой возле большой агломерации? В Архангельске у военных дачки есть. Я предполагаю, да и гостиница неплохая в Архангельске, а на Новой Земле нет таких дачек для военных, для руководства Министерства обороны, руководства РУСАТОМ, а если Кириенко захочет приехать, а если Шойгу пожелает быть на испытаниях, лететь до Новой Земли далеко, да и климат там суровый, да и обратно можно не вернуться вовремя, потому что там климат, поднимется ветер какой-нибудь и не взлетишь. Обратно в Москву, в Архангельске комфортнее. И плевать. А просто плевать, что может случиться. И плевать на людей, на акваторию, на Двинскую губу. А просто плевать. По сути своей, Северодвинск является гордым спутником Архангельска. А тут еще и рядом Новодвинск. Но Новодвинске тоже люди не понимают, почему именно их выбрали в качестве подопытных кроликов. Они выходят на митинги и пикеты. А что толку? По-моему, в России уже давно никто никого не слушает. Похоже, что это как раз та ракета, которую наш президент и верховный главнокомандующий анонсировал вот такими словами. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнуты. Это и есть одно из обещаний нашего президента, которое он действительно выполнил. Наши граждане действительно отправились в рай. Город на берегу Белого моря уже никогда не будет жить так, как жил прежде. Ведь сама акватория заражена. Она до сих пор закрыта для судоходства. Непонятно, что с рыбой. Нам никто не говорит цифр. Можно ли есть эту селедку, этого салмана. Но заразили не только море. Именно в эту больницу свозили пострадавших в результате аварии на полигоне в Неноксе. Врачи не известили, что пострадавшие были облучены. Им не дали никаких средств индивидуальной защиты. Когда через сутки спохватились, средства индивидуальной защиты все-таки дали. Но врачи сами получили дозу облучения. С них взяли подписку о неразглашении. К сожалению, больницу тоже заразили. То, что пострадавших при аварии привезли в нашу областную больницу и оказали всю необходимую на тот момент врачебную помощь, насколько это было возможно. Да, действительно, так это наша гордость Архангельской области. Хорошая областная больница с великолепными врачами, с отделениями травматологическими и прочими. Если врачи говорят, что с них взяли подписку о неразглашении государственной тайны, ну, скорее всего, возможно, это так. И насколько я информирую, в рамках возможного, да, часть ответственных лиц, в том числе и губернатору, ну, сказали так, что говорит только то, что дозволено, официальную версию. Соседний Новодвинск – это город, который, наверное, скоро станет поселком. Люди уезжают отсюда каждый день. Единственное стабильно работающее предприятие – это целлюлозно-бумажный комбинат. С заботой о природе и людях здесь чувствуется во всем. Видите, какую прекрасную атмосферу создали для детишек. Когда-то здесь хотели построить целый кластер электронной промышленности. Но почему бы и нет? Производство чистое, высокотехнологичное. Но нет, не успели. Произошел путь, и потом страна начала с колен подниматься. Состояние этого военного электронного завода как нельзя лучше иллюстрировать состояние всей нашей страны. Так мы с коленой поднялись. Такая вот у нас стабильность. Здесь тоже хотят пихнуть свалку. Они решили закрыть основные полигоны в городе Новодвинске, в городе Серодвинске, в городе Архангельске и сделать общий полигон на 30-м километре от Катуни, недалеко от нас. Мало нам тут своего комбината, мало нам тут рядом в Серодвинске, в которой находится у нас там очень много строительства подводных лодок и все прочее. К нам тут еще и самую огромную хотят полигон построить для трех городов. То есть у вас в городе полигон? Мы за полигон? Нет. У вас в городе тоже хотят полигон построить? Рядом. Ну рядом с городом? Да, рядом с городом. Ну 30 километров от поселка Катунино. То есть это идеальный вообще вариант. Они считают, что они... Ну они же в Новодвинске у нас закрывают. Суть мусорной реформы была в том, чтобы не полигоны строить, а перерабатывать мусор. Ой, они говорят, что там будут, да, перерабатывать когда-нибудь, как-нибудь. В общем, у них все в задумках. Уровень жизни людей фантастический. Да что там Илон Маск со своим беспилотным автомобилем? Вот в Новодвинске работает поликлиника без врачей. В нашей поликлинике острая нехватка узких специалистов. Люди вынуждены занимать очередь в 4 часа утра. К некоторым врачам очередь получается очень большая, а всего три талончика на посещение в день. Также в больнице самой сокращены отделения, объединены между собой и сокращены койко-место. Уволены врачи, получается, санитарки. Роддом, как известно, у нас, мы уже говорили, полностью закрыт, ликвидирован. У нас вообще в Новодвинске теперь, по-моему, с этого года теперь не будет рождаться новодвинцев, потому что наш роддом закрыли, и всех рожениц отправляют в Архангельск. Все, у нас в городе Новодвинске больше не будут рождаться дети. Это нормально? Ненормально. У нас в Новодвинске закрывают детский сад, закрыли уже. Маленький, да, вот восьмой детский садик у нас детки ходили. Закрыли, потому что у нас теперь не будет детей. Да, у нас малышечка туда ходила. Закрыли детский садик. А зачем нам детские сады? У нас же тут не будут детей рожать. Зачем вообще этот город? Зачем жители нужны? Чем меньше жителей, тем меньше проблем. Можно мусор сюда забрасывать, да все, что угодно сюда забрасывать. Это же север, тут же не люди живут, так стадо послушное. Как ваш губернатор сказал, шелупонь, да? Ну, шелупонь, да, это теперь нынче у нас северяне. Образование здесь исключительно цифровое, дистанционное и бесконтактное. Здесь все идет ногу со временем, и местные школы тоже. Здесь была четвертая школа, ее закрыли. Сюда сейчас везде кружки, но дети больше здесь не учатся. А что-то работает вообще в вашем городе? Смотрю, роддом, школа, в больнице врачей толком нет. Ну, сокращение у нас происходит чуть ли не каждый год. Все оптимизируют, людей переводят, объединяют в отдельные здания, в отдельные учреждения. Потихоньку жизнь в городе у нас сокращается. Так, может быть, протестовать не стоило начать раньше, не по поводу ШИС, а вообще по поводу всей вот этой социалки, социального ада? К сожалению, большая часть активного населения у нас уезжает из города, пополняют другие города. А мы остаемся с теми, кто остался. Как правило, это пенсионеры, люди, которые никуда не хотят уезжать или не могут уехать. В большей части здесь, так сказать, в обычное время матери с детьми, старики и небольшое количество активного населения есть, которые выходят на протесты время от времени. Этот высокотехнологичный тротуар ведет к стоянке теплохода, что связывает Новодвинск с пригородными деревнями. Это трап, по которому жители близлежащих деревень ежедневно спускаются к месту стоянки теплохода, чтобы попасть домой. Идти здесь, как видите, практически невозможно. Дороги здесь делают по последнему слову науки и техники. Причем как внутригородские, так и пригородные. Какие залепили бы там на дом? В городе, в соответствии с законодательством, уже давно внедрен раздельный сбор мусора. Ну а как иначе? Всем этим оборстово-показательным муниципальным хозяйством управляет бесконтактный, дистанционный, высокотехнологичный мэр. Здание администрации города Новодвинск, где работает глава гастарбайтер. В каком состоянии находится здание, вы сами видите. Дальнейшие комментарии, я думаю, излишни. За всем разрешите откланяться. Смотрите программу «Что произошло на Крик-ТВ» в течение всей недели и по субботам на канале «Реальная журналистика». Звоните нам в редакцию по телефону 8343-262-7937. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.